Поговорим, что такое пирга. Пирга это цветочная пыльца, законсервированная пчелами. То есть пчелы на протяжении всего лета, пока идет цветение, таскают цветочную пыльцу, закладывают ее в сот, вечейки сот, утрамбовывают ее головой, так написано в литературе. И с помощью слюнных желез и меда делают себе корм на зиму и также подкормку для детей. В первую очередь пирга нужна пчелам для того, чтобы кормить своих деток. То есть в пирге идет большое содержание белка, и когда пчелы едят, детки пчелы едят эту пиргу, они очень получают активное развитие. Поэтому для человека тоже полезна пирга в том случае, что она как цветочная пыльца улучшает кровообращение, очищает кровь, состояние, то есть повышает иммунитет. И плюс идет вдобавок еще и белок. Как мы получаем пиргу? То есть осенью, когда пчелы уже, перед тем, как готовить пчел на зиму, мы снимаем вот эти пирговые рамки, оставляя пчелам всего одну рамку, одну-две рамки. Больше нельзя, потому что пирга имеет такое свойство плесневеть. И в течение зимы она может дать плесень, и это не очень хорошо скажется для пчелы семьи. Что мы делаем? Мы достаем вот эти пирговые рамки, они идут у нас обязательно с медом, то есть мы где-то запечатаны, мы их распечатываем, выкачиваем в медогонке, очищаем их от забруса, если он есть, допустим, да, какие-то места, прокачиваем. Далее мы отдаем мед рамки на сушку, и после этого отрезаем часть пирговых сот, где есть пирга, и замораживаем, превращая их в гранулы. То есть потом мы продаем гранулированную пиргу. Также есть возможность купить и в сотах. Добаваемый вопрос у нас идет, чем пирга отличается от пыльцы. Ну, во-первых, пыльца – это природный продукт, пыльца, пирга – это уже производство идет пчел. То есть пчелы по весне и в течение всего лета, пока идет сбор цветения растений, трав, пчелы начинают таскать цветочные пыльчинки себе домой и закладывать их в соты. То есть поэтому пыльца – это природный продукт, а пирга – это уже пчелиный продукт. Также по вкусу. Отличаются они по вкусу. Если пыльца имеет сладковатый, горьковатый вкус, в зависимости от нектара, который попали в цветки, с каких цветков была собрана пыльца, то пирга имеет немножко кисловатый привкус. Почему? Потому что пчелы используют туда слюнные железы, мед, да, и то есть вот это как бы силосует пыльцу, превращая ее в пиргу. И еще такой момент, третий, да, который – это аллергия. То есть если пыльца дает аллергию, в многих случаях, да, может вызвать аллергию, то пирга за счет того, что пчелы ее переработали, она является менее аллергенной. И по полезным свойствам самое важное, да, то есть пирга, в принципе, имеет точно такие же полезные свойства, как пыльца, но плюс тут идет, то есть добавят, да, если в пыльце, я тоже скажу, что там есть слюнные железы, потому что, чтобы превратить в комочек пыльцу, пчелы используют свою слюнную железу, да, смачивают ее, превращают в комочек и складывают в ножки. То в пирге тоже, получается, есть просто плюс мед, и он, пирга – это белок, то есть в составе есть еще и белки, вот, что насыщает еще дополнительно ваш организм белком. Это все основные отличия пыльцы от пирги. Вот всегда спрашивают, что лучше для иммунитета. Вот я скажу, что именно пирка и пыльца – это направлено для иммунитета. Но что ваш организм воспринимает? Вот у кого-то организм воспринимает пиргу, но не может есть пыльцу, а кто-то может есть спокойно пыльцу, но не может воспринять пиргу. То есть вы сами для себя просто выбираете, но это два основных продукта, которые укрепляют иммунитет.